всем доброго утра видите вот эту дымку это не туман это не облака это вот такой воздух у нас сегодня воздух 151 для сравнения до этого у нас воздух где-то был 19 20 151 это вот надуло с севера вот но что он скажу запах горелого я особо не ну такой знаете легкий я думаю что для аллергиков асматиков это конечно ужас особенно вот там но вы видите да мы еще повыше у нас здесь получше а вот там вот в долине там где вот в сан-франциско кстати говоря тоже еще хуже воздух в общем выживаем как можем пусть у вас будет все хорошо ребята всем доброго утра сейчас ездила на чистку зубов каждые полгода мы ездим на протилактическую чистку зубов намазали какой-то штукой втором не знаю чем найти как жевачка у тебя вот вокруг зубов не очень приятно сказали еще и давай часа не есть вот а я без завтрака так что вообще все супер еще два часа сейчас уже 10 часов в общем до 12 часов мне сказали не есть но для того чтобы вот эта штука она там пропитала зубы приехала домой подождала пока можно позавтракать поздравьте меня позавтракала сегодня у меня были на завтрак сырники пытаюсь сделать чтобы вам не шумно было и так мне надо поехать обязательно поско и наверное в таргет в общем говоря мы же едем на в пятницу едем в кемпинг и мне надо будет кое-что прикупить мы там распределились ребятами с кем едем что куда покупаем но едем мы ненадолго всего читайте ну грубо говоря на полных на полных один день то есть мы в пятницу вечером выезжаем ночуем суббота целый день ночуем и воскресенье ближе к 12 мы выдвигаемся обратно вот так что еды будет надо немного но все равно она нужна так что поедем на небольшую закупку для кемпинга первый мой пункт назначения это таргет знаете здесь есть такая вода удобная таких канистрах с носиком с кранчиком в канистрах с кранчиком и такую воду удобно брать с собой куда-то ну и потом наливать во что-нибудь и она как правило всегда есть старте помимо воды я еще хочу здесь взять маленькую сгущенку и маленькую нутеллу для детей кстати здесь еще есть молодой кофе может быть какого-нибудь кофе с собой на молотова уже взять в кемпинг так тут старбакса куча всякого ну конечно уже избалованы я так вот это кофе от самого таргета вот с этой буквой g что тут еще есть такого особо нет особо ничего такого нет вот это кстати хороший кофе кстати он со скидкой так какой есть болт рост классик рост арабика а это какой рост такой же классический вот какой интересно классический это не сильно это понимаю обжарки интенса наверное можно такой взять или давайте такой попробуем мне кажется хороший должен быть он же помолотый да вроде да 11 долларов сейчас он стоит теперь надо мне найти сгущенку так тут всякий мед я знаете хотела в пакетике сгущенку а тут похоже в пакетик это их в пакетиках нету сгущенки потому что вот такой неудобно ее откроешь потом надо же как-то закрывать ее потом закрывать крышечки у меня специально нету поэтому в пакетике вот в таком знаете как сметана бывает очень удобно но здесь нет зато есть маленькая нутелла кстати говоря бывает что если есть нутелла то может быть здесь именно бывает сгущенка нутелла стоит 439 есть вот такая нутелла от самого этого таргета 289 по-моему она примерно одинаковая с нутеллой я как-то брала по-моему на вкус абсолютно одинаковая нет похоже сгущенки такой нет видите в таких вот удобных есть джем а вот сгущенки похоже 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 не вижу ладно обойдемся без сгущенки наверно да пойдемте найдем воду подходящую удобно кстати здесь еще молоко можно взять небольшое вот мне надо вот такое вот небольшое молоко нет не такое кристалл кристалл такое вот холмилк но холмилк только в таких вот коробочках его тоже там в кемпинге не закроешь может вот это вот таргетовская взять доллар 99 или сколько он там стоит красненькая так все теперь ищем воду в таргете наверное все потом поедем в куска вот она это вода видите у меня такой есть кранчик 549 стоит тут два с половиной галлона почти 10 литров 9 с половиной так ну что куска нас ждет я помню что там были еще какие-то скидки на этой неделе которые мы можем пропустить наши поездки на коллаген помню полоски тка надо его взять и на пол заканчивается как раз выходные вот она в коллаген стоит 23 доллара его возьмем смотрите какие цветы санбеки надеваются похоже на подсолнухи но не подсолнухи стоит 15 долларов вот кстати я про вот этот вот фенстайлер говорила вам 400 долларов он стоит сейчас коска и у него вот это вот поворачивается ну как бы регулировка для того чтобы в разное направление тут паровозе классный до 100 долларов стоит вон увидите стоит себя играет мне надо взять фарш потому что я хочу в пятницу вернее я хочу как раз вот на первый ужин наш в кемпинге пришло приедем поздно сделать блинчики с мясом вот я думаю что как раз самое то стоит 25 долларов эти три брикета так вот этот салатик возьмем 6 долларов стоит ваш долин что 2 до посмотрю какой-то свежее так до 2 октября 2 октября как раз малинка тоже будет малинка стоит 6 долларов а клубника 7 долларов стоит такс вот такую наверное вроде ничего голубика слушайте 9 долларов стоит но хорошая конечно яйца яйца по 5 долларов за 24 штуки кому интересно смотрите что завезли киви berries не в очень хорошем состоянии но это знаете и называется ягоды киви стоит 7 долларов знаете мне еще нужен будет сыр 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 для бургеров 899 9 долларов короче стоит он что обещал олеше в кемпинг взять его любимые эти любимые любимую лапшу надо найти ее вот она вот она вот она его любимая мне кажется у нас все дети любят и в кемпинге она прям очень удобно 149 стоит тут все какие-то новинки появляются что-то ланкомовская ее сактивой тингон строить что-то от старения 77 долларов вот как только намажетесь сразу помолдеете моментально вот эту дубную пасту мне сказал врач купить она говорит очень хорошо защищает покрытие эмаль 26 долларов стоит но мы обратите обычным бьем и он не знаю когда будет скидка на нее наверное возьму ну кажется все немного у меня должно получиться долларов вера не знаю 60 ну насчет 60 долларов это конечно я погорячилась получилось 137 с копейками но если вычесть коллаген зубную пасту ну получится где-то ладно 80 долларов на 85 заехал в сейфе за хлебом и вот нашла вот это молоко которое мне надо было выехала я на партийное задание ой у нас тут индюки прям через дорогу вы переходят часам покажу вот видите деловые такие так вот выехала я на партийное задание мне надо заменить книжки в библиотеке помните мы в библиотеку с детьми ходили взяли книжки лёша уже обе прочитал вова одну прочитал в этот раз лежа сказал что ему надо 3 взять сказал какие надеюсь они там будут в общем заеду я туда еду на старой машине потому что ее надо тоже периодически выгуливать чтобы не сел аккумулятор недавно вот смотрела кстати говоря знакомую живет она в сан-диего у нее электрическая машина и она в общем говоря неделю была в командировках и машина стояла в гараже и что вы думаете она вернулась и не смогла завестись ей сказали что ну в общем аккумулятор у нее в ноль сел при этом она три месяца назад аккумулятор меняла я не помню какая у нее машина какая-то маленькая фиат электрический что ли ну суть в том что не смогла завестись потому что машина стояла поэтому вот я решила что с нашим новым аккумулятором надо нам быть бережнее и его периодически выгуливать пока мы не продадим машину а продавать машину мы собираемся вот на той машине конечно классно ездить вообще шикарно как на корабле плывешь на ней на это уже как-то не так хотя до этого все нормально было мы знаете думали вы вот скажете да ну вот макс же у вас там подрастает ему нужно будет машина хотя не знаю кто так скажет но не важно в общем да он как раз сейчас в процессе сдачи на права ну пока что только вот этого теста теста устного некоторые вождения который письменный тест который по правилам но дело в том что из-за того что ему нет 18 лет ему надо будет полгода по моему полгода не меньше если не будет надо будет ездить только с кем-то с тем у кого есть права и помогут тот кто старше 25 лет что ли как-то так в общем ему в любом случае нельзя будет ездить одному поэтому держать эту машину просто так ну смысла нет вот тем более мы с вторую машину собираем собрать электрическую я уже вам про нее говорила про наши планы но это будет в следующем году потому что ее просто еще нет пока что вот и зря держать машину в простое мы считаем дел такое ненужное так что мы будем ее продавать но а пока вот я вот туда-сюда езжу по на одной машине то на другой для того чтобы наша старая машина себя не чувствовала обижены библиотеки похоже не густо немного но сейчас учебный день дети в основном все в школах так вот лёшины книжки он сказал взять 50 какие-то пятьдесят седьмое есть а ему надо было еще пятьдесят пятую пятьдесят шестую к сожалению нету не знаю что делать знаете что вот эти книжки они читаются задом наперед то есть с конца надо читать их представляете я вот с самого конца даже где-то написано что вот говорят неправильно начали не стоит не стоить не с того не с того места начали читать а кого вина это вот эти книжки джедаи академии не знаю какая у него есть надо посмотреть по карте и может быть вот такую ведь вместо той которую дала я оказалось что этих томов который хочет лёша один есть здесь вот который 57 все 5 56 они есть вообще в каких-то далеких библиотеках наших ближайших их вообще нет смотрите вам покажу сейчас как у нас соседи в комьюнити но не в нашем соседнем нарядили дом смотрите видите что-то есть из хоум дипа здесь слушайте ну наверное уже надо бы да посадить как вам показать вот видите у меня есть два горшочка я наверное в один посажу один большой смотрю как там по корням честно говоря они вроде бы от разных меня от разных яла я не помню от какой какая вот ладно в общем посажу не знаю по моему вот судя по расцветке вот эти вот две из одной а вот это кажется есть другой но я наверное вот так вот их посажу ладно посмотрим как получится ну все поздравьте я посадила одну вторую сейчас вот я думаю может быть еще вот этим вот удобрением побрызгать потому что оно именно для фиалок у нас тут распаковка у вовчиком пришел его костюм хэллоуинский только шапка еще не пришла шапка похоже с алиэкспресса идет а этот прям с амазона пришел ну заказывали мы все на амазоне но шапка должна прийти к этому костюму позже ну да это как пальто для это one piece да ничего себе какое пальто оно только должно быть да такое длинное давай я тебе помогу давай я тебя помогу застегнуться ох ничего себе ты какой классный это кто ты вообще самурай или кто а кто это вообще кто о боже мой ну красивая вот это вот что она тебе подошла красавица моя ну хотя бы не страшный сейчас нам покажут покажите большую картинку того кто это окей сейчас покажут где вот вот так да он должен а у него есть какая-то катана или что а понятно ну о короче редко есть редко да это используя о боже еще надо разрисовать руки как-то понятно вот такая еще шапка должна белая да она очень долго будет идти кружок очумелые ручки да папа чинит максу наушники каким-то образом они сломались но то есть она как-то вытащила вот эта часть отломилась и вот мы для этого в home deep и покупали вот этот скотч а скотч мы не использовали мы николай второй вот этот заклеил до гориллой супер углу вот этой вот а ты думаешь это навсегда смысле вот этой штукой ты заклеил навсегда стянул а может закрыть этот клей он не высох в общем время покажет насколько эта конструкция ремонтная устойчивая подождите не лома пускай высохнет конечно жесть жесть наушники жалко дешевые у нас техника нынче это капризничает но это прям сломаны ну короче сколько-то походит еще пускай полежит посохнет пускай полежит посохнет сначала она там сохнет да да нет не короче ну плохо клеить одна одна сторона хорошо потому что она просто не подошла ну не соединилась короче из-за клея слишком три части эти они распёрлись они плохо пилить на самом деле тогда может там все нафиг просто залить клеем ну ладно держится хорошо ребята вы же знаете мультик называется три кота вот на нетфликсе нашли его на английском языке три кота представляете вы такое видели поздравляем интересно это да написано покажи как написано что-то пошло не так вот смотрите написано три кота латиницей написано русское три кота обалдеть ладно давай нашу фондейшн обалдеть обалдеть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok